Девушки отдыхают 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 том чтобы повысить свой уровень двигаться дальше у меня еще хороший вариант димон который ништяк ну как бы я лично взял тебя в команду ну там дача серьезно такая история была брянс был во второй лиге текстичек 2 ролики здесь естественно родной дом кстати тоже одна из самых посещаемых команд в лиге я тебе так скажу в брянске хорошие традиции брянская динамо очень любит во все области когда команда показывает хорошую игру допустим вот сейчас то народ приходит ты попал потом команда тамбов оттуда пошел взлет карьере это равная точка расти до тамбова еще я был там пригласил лично александр приглашал я был там при другом тренинг который получается я поехал на просмотр по бары сбор были работал с григорианом я уже работал после того как расскажи мне про григориана и зрителю что это за товарищ потому что у меня складывается мнение со стороны я смотрю обзоры видео комментарии мне кажется что у нас ну просто невменяемый какой-то такой специфический одиозный пример неоргинарно как он объяснял команде установки если он просто это ролик цензура не пройдет ну но и потажный потаж тебе понравилось мне кажется что мы сегодня обосрались были возможности сейчас вы жалеете о том что так не сделал а сколько вы мне вам сколько лет хочу поверить вы не дождетесь вы мазохист вас 7 червей пришло сегодня столько визга а болельщиков блин с гулькин хрен я думаю зрители прекрасно видели наверно пару пару передач на матч-тв нормально себя ведет скажи такой вопрос ты поиграл на хорошем уровне и с кем команде одноклубник которого ты мог бы сказать что это очень серьезный товарищ авторитет ты имеешь ввиду кто прям лично стараться ну кто приходит в раздевалку и говорит чувак присядь на тренера на теперь я скажу все матчи назови пожалуйста самый такой знаковый который приходит тебе на ум ну вот из последних наверно запоминается матч финал москва с лучом когда мы играли там было конечно все это было два года назад в химках мы играли пропусили быстрый пол потом сравняли потом 2-1 потом сравняли 2-2 уже тренер у нас побежал радоваться оступился порвал ахилл ты представляешь ну то есть матч был конечно фантастический и в конце приехал на этот матч да и тем более как уроженство в брянской области во первых гол забивая сережка кирик первые забивает 1-0 динамо ведет потом стандарт терехов срезай свои ворота мяч он сравнивает счет брянский парень делай дубы просто договорить второй гол ваня темников забивает за московский который провел в брянске яркие сезоны брянском динамо сравниваю счет ты стал не очень не не подавал эти первые подачи была твоя и вторая и потом уже до кодминация концепции дача до 1 мне тяжело гаяться скамейки они видел почему нам забивали но я хочу сказать что мы играли с высококвалифицированной команды которые стопроцентная реализация в этой команде чувствовался дух именно такой боевой а лоди рыка штрафной площади заброс вперед рыков удар подача шунин где два два не успевал я тянулся ничем чуть-чуть не успел упасть хотел подставить ногу чтобы он ушел на угловой момент скидка удар добивание ты сможешь на этом поле попасть перекладину ну если не штрафной штрафной допустим но я думаю с пяти точно попаду ну мы сейчас посмотрим ну а Продолжение следует... 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 Да, интересно. На самом деле прикольная страна конечно. На игры тяжело в 35 выходить в тени, а так в принципе хороший уровень и страшно интересно. Ну ты рассматривал это как отдых больше. Полежать под пальмой, попить коктейльчик. Отдых это другая тема. Слушай, ты наверно не знаешь, но в Таиланде на самом деле все воспринимают такую страну достаточно раскрепощённую для отдыха. На самом деле там пульт семьи, правящая династия, король. И какое-то время даже таких мест злачных, как Паттайя, не было на карте даже в Таиланде. Отношения к институту семьи достаточно серьезно. Я даже слышал, что Дядькова хотел сделать туристическим... Туристическая Мекка, да. Как это сейчас вообще? Развивается это? Туристический класс, ну да, посмотри, у нас торговый центр ново построили. Магнит большой семьи. Владик, расскажи лучше другой момент. Как поддерживать себя в форме и отказаться от алкоголя мне? То есть я подбухиваю периодически. Как мне вот ситуация? Слушай, тебе не надо. Нет, ну опять же, это выбор каждого. То есть кому-то, вот допустим, я могу сказать по себе, то есть после каких-то спортивных мероприятий, физической нагрузки, ты лучше восстанавливаешься. Если ты полностью откажешься от алкоголя, это факт. Для меня лично проверено на самом деле. Спортсмены профессиональные, они попутывают периодически? Ты знаешь, я думаю, что сейчас спортсмены топ-класса, которые играют там... Эти или круче еще? Нет, нет, нет. Ну мы берем, вот если взять, допустим, топ-5 лиг, топ-5 лиг, да. То есть там сейчас... Бряжка областная, первый, второй, третий дивизион и что еще у нас? Блд... И чемпионат Камшо области. Нет, ну на самом деле, если говорить серьезно, если мы возьмем топ-класса, я думаю, что там люди не бухают. Поэтому идут здоровый образ жизни, и я не сам посмотрел здоровый образ жизни. Причем всем советую вести здоровый образ жизни, и всячески его препагандирую там, где можно. Потому что... Я пошел на камеру. Не берите пример зло. В команде мебельщик предстоит сыграть с футбольной командой Гау Кокина, которую, кстати говоря, тренируют два талантливых тренера, молодых специалиста. Тренерский штаб команды Гау Кокина, Алексея Константина Пронченко и Дмитрия Плотникова. Скажите, пожалуйста, какие задачи? Задачи особых на сезон нет. Основная задача играть в футбол, показывать красивые игры. Здравствуйте. Здравствуйте. Со мной находится тренер команды Мемича Гяклокова Хорошев Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, скажите, что бы вы хотели как тренер, чтобы вы показали ваши ребята? За счет самодачи, за счет умения некоторых футболистов заведеть и настроить ребят на игру, прибодрить, за счет самодачи там можно, конечно, стрельбить. А так финансирование очень слабое и привлечь тех футболистов, которые должны были бы у нас играть, они все играют в других командах и одеться в этих футболистах. Вадим Минич в составе команды «Мебельщик» это серьезное усиление для Кривина? Это лидер команды, он бросил бы игру любой командой в области, но только в области, который бы играл на высоком уровне, он еще и заводила, как лидер команды он настраивает и ведет за собой все. Естественно, он, конечно, нам очень помогает. С первых минут начнем всю, каждую борьбу, каждый момент. Только, кстати, пускай они посмотрят, для что здесь. Давайте выйдем сегодня и покажем, что вы для хозяева и вы для здесь основные. Вот таким настроем. Я сейчас был практически в вашей преисподней перед матчем и слышал, как ты активно выступал, настраивал пацанов. Ты, можно сказать, как и тренер на полставки. Нет-нет-нет, это просто взял на сайте у себя в руки. У нас первая домашняя игра, поэтому нужно настроиться и показать достойный футбол, потому что болельщики были. Человек сколько пятьдесят будет? Ну, я думаю, двести. Еще один вопрос. Только в Москву на самолете или из Дядькова ехать на автобусе в Сураж? Ха-ха-ха. Да, вывез. Пройти уже, что утомительнее. Ну, дальше, конечно, на воссталку, но утомительнее на автобусе. Да. Все, удачи. Давай-давай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Украинцы Борисы Украинцы Борисы Украинцы Борисы Резии Сегодня в нашем городе стартует чемпионат области по футболу в первом дивизионе. И с приветствием словом. Добрый день, уважаемые футболисты. Добрый день, уважаемые зрители. Всего нужно отметить, что приятно в Янсковском районе не потерял футбольную команду. Продолжаем участвовать в чемпионатике в Крымской области. Те команды, которые участвуют в Крымской области, капитанам команды, богатые планы выйти из строя. Крымской области Друзья, Мебешев с первых минут начал показывать, кто дома главный. Провели пару острых атак. Ребята настроены очень, очень агрессивно. Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вы все видели, друзья. Мяч влетел в сетку ворот. Братарь команды гостей ошибся на выходе. И защитник команды Мебельщик кивком в головы перекинул пятнистого в ворота. 1-0. Диятельская команда повела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а подводя итог моей поездки в Дядьково. Я хочу сказать огромное спасибо Вадиму за то, что он согласился и пообщаться со мной. Как собеседник он очень интересный. За кадром осталось очень много интересных тем, которые не вошли, к сожалению. Но желаю Вадиму всяческих успехов и в личной жизни, и в спортивных карьерах. А я еду дальше. Друзья, ну а тем, кому нравятся мои выпуски, я хочу проанонсировать следующий выпуск. Следующим гостем моей программы станет спортсменка, комсомолка и просто красавица. А кто это будет, вы узнаете ровно через неделю. Я поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе всего самого хорошего, светлого, доброго, крепкого здоровья. Ну и почаще ходить на футбол. Давай, братья, с днём рождения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»